Приветствую вас, и для начала нужно обязательно вам гадать, что не стоит сейчас как-то вот на своего мужчину давить, не стоит ему надоедать, не стоит от него все время что-то требовать, если вы это делаете. Он с вами поругался, он на эмоциях, на эмоциях же он сказал, что скоро женится и т.д. Дайте ему время остыть и побыть без вас, в этот момент, в это время лучше постарайтесь как-то о себе больше подумать, а в этот момент постарайтесь как-то все-таки больше, знаете, больше внимания уделять именно себе, а не им. Вам это пойдет только на пользу, мужчине покажут, что вы как бы не собираетесь с ним, не собираетесь за ним бегать, не собираетесь как-то там от него зависеть, ну и т.д. Дальше. Очень важно понять, из-за чего вы поругались. То есть, что подвигло вас на то, чтобы вот поругаться. На чем вы разошлись? Что вообще случилось? Ну, почему, собственно, в чем конфликт? Также мне бы хотелось, чтобы вы как-то пояснили немножечко вопрос, верно не с тем, а вот родители. Вы сказали, что родители против. Они против вообще чего? Они против того, чтобы вы были молодым человеком или не против того, чтобы молодой человек приезжал? Как-то вот этот момент тоже не очень який, потому что у вас мало информации. Ну, в любом случае, родители против этого тоже нужно учитывать. То есть, нужно понять, почему они против. И понять это нужно вам, на самом деле. Нужно понять, что либо они о вас заботятся и о вас любят, либо они претендуют какие-то свои цели. И в первом случае их нужно принять и просто игнорировать то, что вам не нравится и делать то, как вы считаете нужным. Это единственный возможный для вас вариант, потому что иначе они так и будут на вас влиять и вы будете к ним прислушиваться. Это вот именно в том, что касается их, да? Именно в том, что касается того, вот как раз о чем вы говорите. А в том случае вам и подавно не столько не прислушиваться, потому что, опять-таки, ничего хорошего из этого не получится. То есть, я надеюсь, вот этот момент вам более-менее понятен. Я надеюсь, что вот этот момент вы для себя поймете как можно более лучше. Дальше. Вам нужно самой для себя определить. Простите, почему вы так сильно зависите от этого мужчины. Почему вы очень сильно ждете, что он вернется? Скажите, что вы чересчур много внимания этому человеку уделяете. Скажите, что вы чересчур сильно, чересчур большое отношение придаете ему. Это, к сожалению, не может вам не вредить. Потому что, когда, и так, в принципе, всегда было, когда человек придает много значения, значения другому, этим всегда кто-то может начать пользоваться. Соответственно, если говорить про использование, то молодой человек может, сам того не осознавая, вас использовать. Ну, а вы можете ему это позволять. То есть, если говорить о том, что вам делать, то пока на молодого человека вообще лучше не задавить. Дайте ему дайте ему время, побыть и без вас. Это самое лучшее, что вы можете сделать на данный момент. Я думаю, что на этом, в принципе, можно закончить, потому что, как бы, ну, я вам, в принципе, все по вопросу вашему сказал. Я надеюсь, что вам это поможет решить вашу проблему. И я надеюсь, что вы примете верное решение. Ну, а если какие-то вопросы у вас остались дополнительные, то буду рад на них ответить. Пишите, спрашивайте, я помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.